...смотрение административного дела и подлежит отводу, если имеются иные, предусмотренные частью первой настоящей статьи, обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. Я считаю, что имеются иные, предусмотренные частью первой статьи, первой КАС, обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в объективности и беспристрастности суда в данном составе. поскольку суд только что вынес решение в отношении Пуховского и Владимировича, представителем которого также являлось, на мой взгляд, решение незаконное, необоснованное и при наличии аналогичных. Поскольку обстоятельства дела аналогичные, доказательства также аналогичные в данном деле, я считаю, что суд, решение суда предрешено и суд заведомо примет решение об отказе Казанцеву в исковых требованиях. То есть я считаю, что имеются сомнения в объективности и беспристрастности суда и заявляю об отводе. Суд, выслушав ходатайство об отводе, учитывая мнение остальных лиц, участвующих в деле, приходит к следующему. Основания для отвода судей предусмотрены статьей 31 Каз Российской Федерации. Заявленные основания для отвода вышелказанной статьей Кодекса административного судопроизводства не предусмотрены, из-за чего суд приходит к поводу заявления об отводе удовлетворения и не подлежит. В основании ваших требований вы вправе высказать свою позицию дополнительно, кроме того, что изложено в выставке. Хорошо, я хотел бы обратить внимание уважаемого суда и участников на два, возможно, фактора, которые еще не рассматривали в Берсском городском суде в ходе разбирательства этих дел. Во-первых, я хотел бы обратить внимание на долгосрочные последствия правопрямительной практики, которая сейчас складывается в рамках вот этих дел и решений избирательных комиссий. Я понимаю, что мы находимся в континентальной системе права и у нас нет прецедентного права, но все-таки у нас есть такое понятие, как правопрямительная практика. И, допустим, исходя из правопрямительной практики, если бы перед уважаемым судом стояло дело, допустим, по статье 212.1 Уголовного кодекса, я бы скорее ожидал, что будет обвинительный приговор, но без ограничения свободы. Для участников поясню, что 212 статья – это статья экстремистского блока, в которой было два очень громких первых дела, то есть дело Ильдара Дядзина и Константина Котова. После этого были попытки правоприменения по этой статье в 2020 году, все они сопровождались большим общественным давлением, и в итоге правоприменительная практика отложилась в сторону снижения ответственности по этой статье. Так вот, наблюдая сейчас за развитием этих дел, за решением избирательных комиссий, я, скажем так, мне кажется, что такая правоприменительная практика толкует максимально расширительно положение 67-го федерального закона, и она в целом поощряет нарушение конституционных и прав кандидатов. Более того, я вижу опасность в том, что такое расширительное толкование причастности к экстремистским организациям может затронуть интересы десятков тысяч людей в Новосибирской области и сотен тысяч людей по всей стране. Поясню. Как я уже говорил, такие аналогичные, как под копирку, решения были приняты в отношении 12 совершенно разных кандидатов, с разным бэкграундом, с разной общественной активностью, которые, в принципе, вряд ли можно было бы как-то объединить, за исключением того, что мы договорились об общих целях избирательной кампании. И поскольку наша группа Берс-221 достаточно репрезентативна, я считаю, что даже, как Наталья Валерьевна говорила на предыдущем заседании, чтобы было 200 кандидатов из 12, по которым пришло решение письмо Минюста, что таким образом как минимум 5% граждан были поражены в своем пассивном избирательном праве. Я считаю, что это очень опасная практика, которую мы не должны поддерживать. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это вопрос цены этих решений. Мы уже сейчас ощущаем последствия достаточно быстро и безосновательно принятых решений избирательной комиссии. Третий или четвертый день до судебного разбирательства избирательная комиссия, министерство юстиции, прокурор, все заняты в этих процессах, еще это будет продолжаться, потом будут еще апелляции и так далее. Это уже несет свою цену за то, что избирательная комиссия не прочитала 67-й закон и истолковала его неверно. И дальнейшая цена будет только повышаться. Она будет повышаться для каждого из участников этих процессов. И я считаю, что нам всем было бы гораздо более выгодно, как в дилемме заключенного начать сотрудничество и действительно следовать за комментирующим Российской Федерации. Потому что дальнейшие накладные расходы, в том числе и избирательные, потому что я ожидаю, что в отличие от ожидаемых 20% явки, избирательная комиссия встретит гораздо больше процентов явки на этих выборах в связи с ее решением, мы с ними столкнемся. Я не могу на вас перебить. Хорошо. Я, в принципе, сказал все, что я хотел. Давайте относительно предмета вашего административного риска. Почему вы считаете данное решение незаконным? Я считаю данное решение незаконным, потому что оно не опирается на 67-й федеральный закон, в котором ясно сказано, что участники, иные лица, в которых причастны запрещенной организации, они поражаются в своих избирательных правах только на основании решения суда. Более того, они должны участвовать в деятельности организации именно в той части, которая была признана экстремистской. Здесь у нас есть ряд проблем, с которыми придется разбираться. Но в любом случае, по мне, не было отдельного решения суда, и даже то письмо Министерства юстиции, которое я прочитал, не обосновывает снятие мне с выборах в той части, которая является экстремисткой. И, пожалуй, последнее предложение, которое я хочу сказать. Я человек молодой, и для меня словосочетание Басманный суд всегда было чем-то нарисательным, как будто Филькина грамота. И только недавно, года два назад, я узнал, что это совершенно реальный суд в городе Москве, и что нарисательным именем он стал совсем недавно в новейшую историю России. И мне бы не хотелось, чтобы Бердский городской суд тоже стал ненадрисателем. Спасибо. Представитель административной кости. Я поддерживаю исковые требования, заявленные административным истцом. Позиция суда, моя позиция суду в этом составе известна, поскольку мы только что рассматривали аналогичное дело. Поэтому я не вижу смысла повторяться. Хочу только сослаться на позицию или, как сказать, на официальную информацию, изложенную на сайте, на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации дума.gov.ru от 4 июня 2021 года в 13.16. Здесь указывается, президент подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям. То есть речь идет об официальном анонсе того закона, к которым были внесены изменения. Закон о основных гарантиях избирательных прав. Здесь говорится, в соответствии с инициативой лидеры и все причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в Государственную Думу и другие выборные органы власти. Депутаты Государственной Думы приняли этот закон в 3-м чтении 26 мая. Законом заключается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда. Для руководства срок такого запрета составит 5 лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для участников и работников – 3 года. При этом причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должна будет устанавливаться решением суда. В отношении учредителей таких организаций руководителей и экзамов, не будет требоваться судебное решение о причастности. Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете. Из процитированного источника Государственной Думы мы видим, что Государственная Дума понимает содержание изменений, которые были внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав, именно таким образом, каким его понимает административный истец и как это изложено в административном исковом заявлении. То есть, что для подтверждения причастности участников, членов, работников и иных лиц необходимо решение суда. Также хочу обратить внимание, что поскольку решение о допуске или недопуске кандидата на выборы принимается окружной избирательной комиссией, то это решение суда должно быть вынесено уже на момент принятия решения о причастности соответствующего лица к деятельности экстремистских организаций, ликвидированных по решению суда. Оспариваемое решение комиссии было вынесено 5 августа. Соответственно, по состоянию на 5 августа должно иметься решение суда, установившего причастность Казанцева, административного истца, к деятельности экстремистских или террористических организаций. Поскольку такого решения суда нет, мы полагаем решение окружной избирательной комиссии незаконным. Это главный аргумент, и я уже получила на сегодняшний день два решения Бердского городского суда по аналогичным делам, в том числе вынесенные в отношения меня лично. Я там не вижу, они написаны под копирку, с изменением только фамилии и некоторых персональных данных. Я не вижу там оснований, по которым Бердский городской суд отвергает или игнорирует положение федерального закона и того смысла, который в этот закон вкладывает законодатель, то есть Государственная дума. В Бердском городском суде по неизвестным мне причинам складывается правоприменительная практика, идущая в разрез с нормами федерального законодательства. Причины этого мне непонятны. Рассуждать дальше на эту тему я не вижу смысла. Прошу требования удовлетворить. Можно два слова добавлю, касательно ответа ответчика. Возражение? Нет, это возражение ответчика. Возражение ответчика, прошу прощения. В итоговом протоколе, очень короткая часть по выступлению, и приводится только мое заявление и заявление председателя избирательной комиссии Фоке Монталии Валерьевна, в то время как там же также участвовал член комиссии Воронцов, который в том числе письмо Минюстон назвал бумажкой. Спасибо. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, Наталья Валерьевна, была ли в письме Министерства юстиции какая-то информация о том, что по мне принято решение суда? Я бы зачитала ответ из этого письма. То есть не было. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете тогда это достаточным основанием для отказа в регистрации? Потому что на сегодняшний день у нас есть порядок у Центральной избирательной комиссии, на каком основании мы получаем ответы. Тем не менее, простите, пожалуйста, решение избирательной комиссии происходит в соответствии с 67-м законным выбором. Правильно я понимаю? Да. Но если в нем написано, что должно быть решение суда, а его у вас нет, то, по идее, вы не должны, даже если вы не хотите его искать, да, вы просто не должны обращать на это внимание. Правильно ли вы понимаете? Мы не то, что не хотим, мы не должны искать никаких решений суда. Мы делаем запросы, получаем ответы, на основании которых принимаем свои решения. Но раз у вас нет решения суда, вы его не собираетесь искать, почему вы принимаете такое решение? У нас есть ответ из Министерства юстиции, который является уполномоченным органом на предоставление такой информации. Уполномоченный орган, но он не прописан в федеральном законе и, соответственно... Он прописан в дополнительном письме Центральной избирательной комиссии. Спасибо, вопросов больше нет. Представьте, административная комиссия. Вопросы? Так, решения суда нет, ничего нет. Вопросов тоже нет. Оксана Анатольевна, я так понимаю, что вы предоставили сведения, руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации в 18-й день, правильно? Да. Смотрите, в целях оказания задействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го сезона. Скажите, пожалуйста, почему вы распространяете эту практику на выборы муниципального собрания? Данный документ применяется по аналогии к всем выборам, которые... Нежастоящим, понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы предоставляете эти сведения с рекомендацией отказать в регистрации, правильно? Мы рекомендации не даем. Мы проинформировали избирательную комиссию о том, что в отношении кандидата имеются соответствующие сведения. И все. Я просто пытаюсь понять, в какой момент избирательная комиссия лишается права разобраться в федеральном законе. Хорошо, пока вопросов нет, но я считаю, что эти документы не следуют прилагать к делу. Так, ну, мы с вами в прошлом процессе изучали, читали эти положения, нормы положения, и там не содержится упоминания о праве, полномочиях Минюста давать такие указания в адрес главного управления МВД. То есть вы толкуете положение расширительное? Указания МВД мне давали, мы запросили. Вы запросили. А скажите, пожалуйста, вы можете представить свой запрос, на который был получен ответ? Он имеется? Вы в письменной форме запрашивали? С собой меня его нет. Он был в письменной форме? Конечно. Уважаемый суд, у меня есть ходатайство о запросе данного документа и приобщении его к материалам дела. Где юридическое значение имеет указанное доказательство? Указанное доказательство имеет большое юридическое значение, потому что именно на основании этого запроса главным управлением МВД были представлены те документы, которые мы сейчас будем рассматривать, и на основании которых вы примете решение о том, что у Казанцев лишен избирательного права. А я делаю все для того, чтобы защитить право человека, которое предусмотрено Конституцией Российской Федерации. И если нам главное управление Минюста предоставляет документы и говорит, что эти документы получены от главного управления МВД на основании запроса, направленного в рамках межведомственного взаимодействия, а я говорю о том, что не предусмотрено такое межведомственное взаимодействие, не предусмотрено законодательство направления таких запросов. И поэтому я хочу знать, что они написали в своем запросе, на какой нормативный акт они сослались. Я утверждаю, что и направление запроса, и мониторинг соцсетей в интернете являются незаконными, и эти действия не предусмотрены. У меня вопросы не закончились, но у меня возникло ходатайство. В соответствии с пунктом 34 постановления правительства Российской Федерации номер 932 предоставляло ли главное управление Минюста в адрес областной избирательной комиссии сведения о Казанцеве Тимофея Дмитриевича, которые содержались в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций о причастности данного лица к деятельности террористических или экстремистских организаций. Сведения о Казанцеве в ведомственном реестре некоммерческих организаций на Сибирском области не содержатся. Спасибо. Имеется ли у главного управления Минюста информация о наличии судебного решения в отношении Казанцева об установлении его причастности к деятельности экстремистских и террористических организаций? Не имеется. Спасибо. Вопросов лучше нет. Если в протоколе доставления моей рукой написано, что я зарегистрирован к месту жительства предбывания Кривейдова, дом 68, фактически проживая на улице Романова, 9, дробь 91А. Скажите, пожалуйста, почему в письме Министерства юстиции указана местная постоянная регистрация по адресу улицы Романова, 91А? Потому что это данный письма с смертью. Скажите, пожалуйста, как мы можем доверять документам, в котором неверно изложены сведения, которые были предложены прямо вот рядом с ним? Главное управление неуполномочено проводить исследования по тем документам, которые имеют разночтение. То есть вы как-то работали с этой информацией? Да. Соответственно, если вы работали с этой информацией, вы должны были заметить разночтение. Правильно? Мы доверяем компетентному органу. Вот в официальном письме он указался в ваш адрес, Романова, 91А. Хорошо. Я считаю, что доверие к этому документу быть не может, потому что он составлен некорректно. В письме Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 25.06.21, которая нам была представлена в пункте 2, 2, где говорится о представлении проверки на предмет возможной причастности кандидатов к деятельности экстремистских организаций, направлять в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту по рекомендуемой форме. И не говорится о направлении дальнейших запросов в МВД, Центр-Э, о проведении мониторинга соцсетей. То есть мы, ну я не знаю, я достаточно понятно объясняю свою мысль. То есть я вижу, что все представители государственных органов, которые присутствуют, участвуют в судебном седании, говорят о том, что они действуют в пределах своей компетенции. Они обосновывают свои действия тем, что это положено по неким нормам, что у них есть некие нормы межведомственного взаимодействия, и никто из них не берет на себя ответственность за принятие решения о лишении Казанцева пассивного избирательного права. То есть они, и мне хочется понять все-таки, как эта цепочка строится, и имеются ли правовые основания для того, чтобы вот этот Центр-Э проводил мониторинг соцсетей в отношении Казанцева, исследовал материалы в Ютубе, исследовал записи Навального. Как, как, на основании каких документов? Это не может быть без нормативного обоснования. Вы же сейчас лукавите, говоря о том, что сведения были направлены в том объеме. Тот объем составляет, это 8 цифр, да? Два листа плюс 8 листов, 10 листов. Вы получили 10 листов от МВД, и один лист направили от себя в адрес окружной комиссии. То есть не в том объеме. Поэтому все-таки вы какой-то анализ провели, что вам помешало заполнить таблицу на основании представленных материалов по МВД. Вы сказали, что в полномочии избирательной комиссии неходит проверка достоверности сведений, правильно? Проверка достоверности сведений представленных в ответе Министерства. Но в полномочии избирательной комиссии входит оценка полноты этих сведений? Ну да, наверное. То есть если сведения не полны и не дают оснований для отказа в регистрации, то они не должны приниматься во внимание. Правильно понимаю? Ну да, комиссия оценивает достаточно и недостаточно. И мы опять возвращаемся к самому первому вопросу, с которым мы начинали. Есть ли по мне решение суда и было ли оно в бумаге Министерства и вообще где-нибудь? Вот комиссия оценила это так. Посчитала, что имеется сведения о причастности к деятельности организаций, которые признаны экстремистскими организациями. Комиссия окружная, правильно? Да, окружная. То есть мы оспариваем решение, конкретное решение, конкретная окружная комиссия на основании конкретного документа. Собственно говоря, в этом и суд дело. Суд дело не в том, в какой документ. Суд дело в том, какой приняла комиссия решение. У комиссии не должно быть этого документа. Она же не орган, который собирает решения, какие-то там документы. Ну раз нет, значит нету основания его принимать. У нас есть сведения из официального органа, окружная комиссия. Я про это говорю. Я не понимаю, мне никто в этом зале вообще понимает или нет. Я думаю, что все все прекрасно понимают, но делают вид, что не понимают содержание закона. Так, заключил, да. Поясните, какую роль здесь имеет это упоминание вступившего в закону силы решения суда? Ну вот так, как написано в законе. Вот так я его понимаю. Я вот так понимаю. Ну как, поясните, я не понимаю, как вы понимаете. Ну если вы не понимаете, это ваше... Нет, ну хорошо. Нужно ли решение суда для того, чтобы отказать человеку администрации? Нет, нет, по окружной комиссии необходимо и достаточно сведений, которые поступили с компетентного органа. Подождите, я не про окружную комиссию сейчас, я про положение закона. То есть здесь есть такие слова. Я их читаю, уже много раз прочитала, и не могу понять, почему их не читаете вы, прокурор и суд. Почему вы их не видите там. Я хочу понять, объясните мне, для чего они здесь написаны. Есть ли в них какой-то смысл. Или давайте их вычеркнем, замажем замазкой и не будем читать. Вычеркните. А, можно вычеркнуть, да, из закона? Я могу. Ваше право. А, мое право из закона. То есть вы полагаете, что это лишняя фраза? Я не полагаю, что это лишняя фраза. Вы не передергивайте, пожалуйста, мои слова. Я вас спрашиваю, для чего она здесь? Я вам объясняю, что комиссия окружной достаточно документа о проверке поступившего из компетентного органа. Она не собирает ни справки, ни решения, ни какие-то еще там документы, которые подтверждают причастность кандидата, либо непричастность. Ей достаточно сведений, которые поступили от уполномоченного и компетентного органа. Ей больше не нужно никаких документов. Ну, то есть, в том числе, вы полагаете, достаточно тех сведений, которые были изложены в письме Минюста на одном листе? Ну, видимо, окружная комиссия посчитала, что достаточно. Я согласна с этим. Вы согласны, да, что достаточно. Да. И отсутствует сведения о наличии вступившего в законную силу решения суда в отношении конкретно Казанцева. Самафея Викторовича. Когда? У него, ну, в течение какого срока оно у него отсутствует? Вот сейчас нету, а в следующем году будут какие-то выборы в других... Как это? Я знаю, я не могу. Я просто пытаюсь понять, каким образом юридически происходит лишение человека пассивно-избирательного права. Какой орган и на какой срок? Мы переходим к трене. Нет, это вопросы по существу. Вы можете выяснить потом в коридоре представителей. Нет, юридическая сторона вопроса имеет значение для правильного рассмотрения дела. То есть у нас разные позиции с представителями государственных органов, присутствующих здесь. Я пытаюсь понять, может быть, я в чем-то не права. И меня убедят, что у Казанцева избирательного права пассивно отсутствует на основании решения. Еще вопрос есть к представителю избирательной комиссии по Новосибирскому. Кому я могу задавать вопросы относительно документов, представленных ГУМВД? Я могу задавать вопросы другому. А не ГУМВД, а не ГУМВД. Нет, это же ГУМВД представил меня. Нет, не хочет отвечать за ГУМВД. Нет, подожди, ГУМВД у нас тут нету в процессе. Ну, в том-то и дело. Не есть, ГУМВД. Подожди, сейчас, ГУМВД. 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 Размещена информация об участии Мафия Дмитриевича Казанцева на выборах депутата Совета депутатов города Берска по одномандатному избирательному кубу номер 14. Как одного из членов объединенной группы Коалиции «Новосибирь-2020»? Ух, столько вопросов. Так, Дмитрий Николаевич, я так и не понял из Вашего выступления. Вам было поручено установить мою причастность к экстремистской деятельности или к организации «Штобы Навального»? Причастность к их деятельности «Штобы Навального», «Штобы ПА». На каком основании Вы проводили проверку в мониторных сентях интернета? Это у Вас в задачах и функциях определенных здесь на счетах полных. Но у Вас же был запрос на конкретный меня, правильно? Скажите, пожалуйста, а что это за запрос? Запрос в Министерство юстиции. Я не могу сейчас точно сказать, как там. Можете в своих словах сказать формулировку. Я сейчас затрудняюсь сказать. Видите, дело в том, что согласно 67-му федеральному закону упоминаются только участники экстремистских организаций, по которым есть решения суда, либо которые были признаны такими решениями суда по ликвидации организации. То есть, насколько я понимаю, Ваша проверка должна начаться с того, есть ли по мне решение суда. Но Вы начали с этого проверку? Что? Вы начали проверку с того, чтобы проверить, есть ли у меня решение суда на меня? Вы всесторонне исследовали. Всесторонне исследовали. Но все-таки я попробую конкретнее сформулировать вопрос. Есть конкретно 67-й фазе о выборах, в котором есть перечень лиц, которые не могут участвовать в выборах. И соответствует ли участник выборов, кандидат в горсовет, к какому-то из этих критериев, правильно? Причастность есть или нет? Вот, устанавливаем. Мы считаем, что есть причастность. Я сейчас только озвучил несколько доводов, фактов, которые указывают Ваши возможные причастности. Хорошо, я Вас понял. Какое это отношение имеет? Это имеет отношение к документам, к тексту письма, которые, я понимаю, Вы составили, да? Да. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, что означает промажировка проживающего по адресу? По адресу, по которому проживаешь. Ну, просто такое отношение к делу-то имеет? Это имеет отношение к компетенции Вас... Давайте Вы... Это имеет отношение к компетенции составляющего письма документа. Есть постановление прекращения производства, где указано мое место проживания, улица Романова, 91А. Есть протокол моего доставления, где указаны два адреса. Адрес фактического проживания... А в чем... Я не пойму, в чем... В том, что в окончательном тексте письма Вы указываете место регистрации по месту моего фактического проживания. Это мне дает основания полагать, что Вы некомпетентен в юридических вопросах. Это Ваше мнение. Мы сейчас рассматриваем. Я спрашиваю, что значит формулировка проживающего по адресу? Уважаемый суд разрешитель, я не буду отвечать здесь... Ну, не по теме вопросов. Хорошо. Если не было судебного решения по поводу моего участия, незаконного участия в несогласованной акции, почему Вы прикладываете его к этим документам? Его? В постановление о прекращении производства по делу административного правонарушения. Ну, не только, а вот эти все? Да, и вот все, что меня доставили, объяснение и прочее. Подтвердить факт Вашего присутствия на несогласованном публичном мероприятии. Логическое завершение этого... Так, хорошо. Является ли несогласованным публичным мероприятием актом к стране следствия? Вы присутствовали на данном публичном мероприятии? Я присутствовал... Детям не можете давать. Да. Я хочу понять, является ли присутствие в месте проведения, поскольку факт моего участия в мероприятии не установлен, я хочу узнать, является ли факт моего присутствия в месте проведения несогласованного публичного мероприятия основанием считать меня экстремистом? Ну, это нет. Хорошо. Почему Вы прилагаете это к делу? Чтобы суду было понятно, что Вы... Ладно, не принимали участие. Вы присутствовали на несогласованном публичном мероприятии. Я вот это хотел подчеркнуть. Спасибо Вам. А, так вот, видите, мне, как мне юристу, непонятно, почему меня считают активным участником, когда фактически мои изображения и прочее публикуются, скажем так, в другой генерации. Вот. Давайте Вы спросите, вот это вот все. Вы сами в своем выступлении, если мы сейчас Вашу запись посмотрим, Вы сами подтверждаете здесь и про Навального, и поддержку, и завуалированно говорите, регистрируйтесь на карте, что подразумевает у нас, по-тачкам? Вы не можете задавать вопросы? Хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, является ли поддержкой конкретного физического леса Алексея Навального выражением поддержки движения Штога Навального? Вы не текст прочитайте. На вопрос ответьте. Здесь Вы не конкретно. Еще раз спрашиваю, является ли выражением поддержки Алексея Навального поддержкой штабов Навального? Да. Это Ваше мнение. Хорошо, спасибо. Та же правовая коллизия меня беспокоит по поводу коалиции Новосибирс-2021, потому что я себя позиционирую как члена коалиции БЕРС-2021. Это немного другие люди. Мы объединены на немножко другой задачи. Ну, на те материалы, которые мы располагаем, которые находятся в общедоступном пользовании, Вы позиционируете себя как коалиция Новосибирс-2020, в том числе БЕРС-2021. И я так понимаю, что эта фотография приложена для того, чтобы... Что? Это стенограмма разговора, видеообращения к горожанам Навального, когда он был... Он сказал, что я присутствую на фотографии? Когда он был. Спасибо. Я разговариваю. Что такое экстремистская деятельность, Вы можете посмотреть за федеральным... В том-то и дело. ...в 114, у Вас юрист на это есть. В том-то и дело, что там нет оснований такого, как участие в массовых мероприятиях, допустим. Какие основания у Вас полагается, что я веду экстремистскую деятельность? Причастность к организации. Но в федеральном... В федеральном, который ликвидирован и признан... Да, но в федеральном законе очень четко написано. Сейчас я Вам зачитаю. Я вам на всякий случай напомню. Настоящего закона. Исп Dancing if the Education or other events. В действиях которых... В действиях которых... Вступившем законной силой решением суда, опять-таки. Установлена причастность к деятельности из экстремистской или террористической организации, непосредственная реализация целей или форм деятельности, которыми соответствующая организация была признана экстремистской. Какие были непосредственные формы и цели, признанные экстремистскими, которые я реализовывал? Разжали поддержку. То есть я делал что-то экстремистское в поддержку организации. Вот это вы должны сделать. Мы представили материалы в министерстве юстиции, которые у нас явились на основе фактов, которые мы добыли в соответствии с поводением. Ну, раз уж вы добыли плохие факты, простите. Спасибо. Совокупность всех данных доказательств позволяет сделать вывод о причастности Казанцева к деятельности, которую проводили штабы Навального. При таких обстоятельствах полагаю, что Казанцева в силу части 3.6 ст. 4 Федерального закона об основной гарантии ограничена в пассивном избирательном праве, что в силу пункта 24 ст. 38 данного закона является основанием для отказа его в регистрации в качестве кандидата. Учитывая изложенные половые требования для творения методов. Ну, основную часть я сказал в выступлении, потому что мне казалось, что это сэкономить на все время. Как казалось, не очень. Сейчас мне хотелось бы сфокусироваться на том, как у нас процесс идет. То есть, фактически, мы в этом процессе пытаемся выяснить, причастен ли я к организации, что вы Навального. Даже если предположить, что сведения ГУМВД может доверять Министерство юстиции, сведения Министерства юстиции, которые были просто трансляторами мнений ГУМВД, может доверять областная избирательная комиссия. И, опять-таки, сведениями Министерства юстиции, которые были транслированы через областную избирательную комиссию, может доверять окружная избирательная комиссия, которая не принимает фактического решения, как она говорит, потому что мы, говорит Наталья Юрьевна, всего лишь фиксируем... Ой, простите, Наталья Юрьевна, да. Наталья Юрьевна говорит, что мы лишь фиксируем отсутствие у вас пассивного избирательного права. Но эта формулировка фиксируемая, она не очень правильная, потому что конкретная комиссия окружная приняла решение о снятии меня с регистрации, о том, что у меня нет избирательного права пассивного на этих выборах в Горсоветбергске 21-го года. Окружная комиссия приняла решение на основании письма, в котором нет достаточных оснований для принятия такого решения. И, опять-таки, возвращаясь к процессу, мы здесь очень много раз сказали слово «экстремизм». Экстремизм — это просто современная чума. Коронавирус или, я не знаю, что еще. Как только ты дотрагиваешься к человеку, ты возражаешь... Видите? Как только ты дотрагиваешься к человеку, ты возражаешь экстремизмом. Если я сейчас делаю, не знаю, серфи с председателем избирательной комиссии, она будет тоже поражена вирусом экстремизма. И в этом, я считаю, опасность этого процесса и опасность отказа в регистрации, потому что мы распространяем экстремизм в массы на большое количество людей, на десятки тысяч людей в Новосибирской области и сотни тысяч людей по всей стране. И мне вспоминается выступление адвоката Марии Рейсмонт на общероссийском гражданском форуме в 2012 году. Адвокат Марии Рейсмонт была одной из 12 человек, защищавших Константина Котова по 290-й статье. На этом форуме обсуждалось много разных возможных реформ, реформ полиции, реформ судебной системы, о том, как гражданское общество может повысить эффективность своей работы. И вот Марии Рейсмонт говорит. Вот говорят нам, что надо менять председателя судов. Да, конечно, надо менять председателя судов, но председатель суда важная фигура, он верит на судей. Нет, понимаете, судья важная фигура, один судья важная фигура, он сам должен. Я даю оценку, что нужно посмотреть по совести и принять правильное решение. Я вижу здесь совершенно очевидное решение удовлетворить мой иск. Уважаемый суд, понимаю всю бессмысленность своего выступления, потому что я, как уже ранее сказала, понимаю, какое решение будет вынесено. Тем не менее, не могу оставить Казанцева Тимофея Дмитриевича один на один в этой ситуации, и я вынуждена, ну, все-таки выскажусь в его поддержку, потому что он не виноват в том, что он один из 12 человек, которым отказали в регистрации, отказали необоснованно. Я считаю, что в данном судебном процессе сторонами, в частности прокурором в придаче заключения, был неправильно определен предмет доказывания. И я знаю, поскольку у меня уже есть судебное решение, которое, я знаю, вы также скопируете, и я его получу и увижу, что вы его скопировали с предыдущих решений. Я увижу, что вы также неправильно определяете предмет доказывания по данному делу. Этот предмет доказывания прокурором и Бердским судом определен как установление факта причастности или непричастности конкретного лица к деятельности организации или общественного движения, которые признаны экстремистскими. Так вот, я утверждаю, что это не является предметом доказывания по данному делу. Мы не должны сейчас устанавливать факт причастности или непричастности к деятельности, потому что мы, руководствуясь и судом, руководствуясь законом об основных гарантиях, которые я уже много раз цитировала, должен установить, во-первых, имеет ли место вступившее в законную силу решение суда, которым какая-то организация была признана экстремистской и в связи с этим ликвидирована. Второй пункт. К какой категории лиц может относиться административный истец, исходя из того, что у нас есть две категории лиц, причастных к деятельности таких организаций, и в отношении этих двух категорий лиц мы должны учитывать разный период времени причастности или непричастности к деятельности организации. То есть определить, к какой категории лиц это лицо относится, то есть либо руководящий состав, либо рядовые участники, работники и иные лица, причастные к деятельности. И в случае, если лицо относится не к руководящим работникам, а к участникам, работникам или иным лицам, мы должны установить третий факт, входящий в предмет доказывания, а именно наличие или отсутствие решения суда, которым была бы установлена причастность этого лица к деятельности тех организаций, которые были признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда. Я не понимаю, вот искренне не могу понять, как все участники процесса, имеющие высшее юридическое образование, просто игнорируют тот факт, что закон требует наличия вступившего в силу решения суда в отношении конкретного лица. Я сейчас не говорю про решения по делу ФБК, потому что в данном случае оно уже вступило в силу, поскольку решение комиссии было принято 5 августа, а решение суда вступило в силу 4 августа. Я говорю сейчас о решении в отношении Казанцева. То есть мы не видим такого решения суда, и мы основываемся на показаниях какого-то, я извиняюсь из выражения, эшника, который пришел и рассказал нам о том, как он мониторил сети интернет. Это, я считаю, процессуально неправильно, это не входит в предмет доказывания. И еще раз говорю, что исходя из предмета доказывания, как только мы установили, что Казанцев не относится к руководящему, не может быть отнесен к руководящему составу ФБК, штабов Навального или Фонда защиты прав граждан, значит, мы должны искать, имеется ли решение суда о признании его причастным к деятельности. Как только мы установили, а мы установили в этом судебном заседании, что в отношении него отсутствует такое решение суда, значит, мы должны сделать вывод о том, что не имеется оснований для отказа ему в регистрации. Он не лишен избирательного права. Никто его этого права не лишал, никакой орган об этом решении не принимал. Единственный орган, который бы мог принять такое решение, это суд. А такого решения у нас нет. То есть я задавала вопросы всем участникам процесса по поводу того, принималось или не принималось решение о лишении его избирательного права. Каким образом, в какой момент. Но никто, как я поняла, такого решения не принял. А решение избирательной комиссии окружной говорит о том, что он уже лишен избирательного права. У него права отсутствует, и поэтому он не может быть зарегистрирован. То есть, я еще раз повторяю, единственным органом, который по закону может принять такое решение и констатировать факт отсутствия пассивного избирательного права является суд. Поскольку судебными органами такое решение не принималось, соответственно, оснований для отказа в регистрации не имеется. И в связи с этим я даже не вижу смысла анализировать те представленные документы, которые имеются в материалах дела, потому что они на самом деле не имеют правового значения. И, исходя из изложенного, я прошу иск удовлетворить. Можно, наверное, предложение добавлю? Да, пожалуйста. Я понимаю, что это будет предложение, кроме вопроса, но все-таки мне интересно, изменил ли кто-то для себя личную точку зрения в процессе этого суда. Потому что я, допустим, как минимум понял, что этот ролик действительно несколько, может быть, аудиозный, его стоит удалить. А я вот смотрю на ваши глаза, которые непонятно где, и понимаю, что, скорее всего, все-таки какие-то изменения в вас произошли. Надеюсь на это. Зарегистрированный фонд кандидата в депутат в городе Верска 5-го суда в Казах полном огонье. Решение суда может быть также главным Сибирским областным судом через Берский городской суд в течение пяти месяц для принятия решения судом. Фонд текста решения будет изготовлено 14 августа 2021 года. С учетом того, что это приходится на выходной день получить мотивированное решение административной инститции. Остальные участники процесса могут в понедельник, 16 августа, с 8 утра.